Доброе утро! С июня по август 2023 года на базе Югорского колледжа-интерната Олимпийского резерва впервые был реализован проект «Спортивная суббота». В этом году проект получил продолжение. Подробности узнаем у гостя. Встречайте у нас начальник отдела выявления и поддержки одаренных детей в области спорта ЮКИОР Анастасия Пьянкова и Алексей Буров, участник проекта «Спортивная суббота. Футболист». Что немаловажно. Доброе утро! Анастасия, расскажите нам, пожалуйста, чуть подробнее о проекте. Что за программа? Программа направлена на помощь родителям в первую очередь, чтобы они могли не просто, получив протокол тестирования, посмотреть, к какому виду спорта есть предрасположенность, а чтобы они могли изнутри ознакомиться с видом спорта, привести ребенка на открытую тренировку, пообщаться с тренером, который будет проводить эту тренировку, посмотреть, как тренер работает с ребенком, посмотреть нюансы вида спорта, какие-то тонкости узнать. И ребенку самому от этого интереснее. То есть он погружается в различные виды спорта, если посещает несколько суббот, и потом дома они сидят за беседой, за чашкой чая, выбирают, куда ему лучше пойти. И тут же можно с тренером проконсультироваться, взять номер телефона, записать ребенка в дальнейшем на вступительные испытания, на тренировочный процесс. Есть какие-то пробные программы тренировок для очень маленьких деток, как, допустим, в прошлом году у нас проходили для 6-8 лет программы, и с них очень много детей записалось на секции уже непосредственно. В этом году решили поменять немножко возраст, взять деток постарше, посмотреть, как программа в этом ключе у нас будет развиваться. А какие вообще виды спорта развиваете? Вообще мы стараемся задействовать все возможные площадки города со всеми возможными спортивными организациями, контактируем. В этом году у нас прошла уже в субботу, 15-го числа, суббота по футболу. Запланирована в эту субботу открытая тренировка по спортивной акробатике. Также будет бокс, лыжные гонки, баскетбол, джиу-джитсу. Поэтому планируем одну из суббот посвятить нормативам ГТО, чтобы популяризировать и ГТО, и прививать детей к выполнению этих норм. Вот, пока. Но мы правильно понимаем, что две возрастные категории, две возрастные группы в этом году в проекте участвуют? То есть и помладше, и постарше? Нет, мы для младших в прошлом году реализовывали программу, посмотрели на отклик родителей, посмотрели на деток, интересно, неинтересно. А в этом году решили взять возраст постарше, чтобы было больше возможностей для зачисления в спортивные школы, потому что с маленьким возрастом не так много спортивных школ работают, как уже с детками от 9 до 12 лет. Поэтому в этом году решили постарше возраст посмотреть, может быть, в следующем году мы их замиксуем, и будут субботы как для маленьких деток, так и для среднего возраста. Так, ясно. Ну, наш юный гость, я так понимаю, участник прошлого года, правильно? Для малышей. Алексей, расскажи нам, каким видом спорта ты занимаешься? Здравствуйте. Я занимался по волейболу, баскетболу. Я ходила на акробатику, на брейк-данс, и больше всего мне понравился футбол. Я очень увлекаюсь футболом. И сейчас ты занимаешься футболом? Да. И будешь дальше заниматься футболом? Да. Да вообще разносторонний человек. Это очень хорошо, да. Творческий, опять же. Анастасия, вот скажите, вот Алексей, понравился ему футбол. А как вы выявляете детей, ну, пристрастие к какому-то виду спорта у ребенка, с чего вы начинаете? Как вы определяете, что да, это его спорт? Или, например, нет, спорт вообще не его. И лучше занимайтесь вязанием. У нас на базе колледжа реализуется тестирование на аппаратно-программном комплексе «Стань чемпионом». Тестирование для детей от 6 до 12 лет. И когда к нам приходит родитель, ребенок, мы тестируем ребенка. Комплекс состоит из четырех блоков. Мы снимаем все антропометрические показатели, рост, вес, все обхваты ребенка. Снимаем его функциональные показатели организма. Смотрим состав тела, смотрим соотношения, пропорции. Потом идет у нас психофизиологический блок, где мы смотрим скорость реакции ребенка, устойчивость его нервной системы. И потом принимаем у него спортивные тесты. Это получается из комплекса ГТО, идет блок. И мы можем потом рекомендовать, допустим, центру тестирования занести результаты ребенка в систему ГТО, чтобы у него уже до знака оставалось доздать только какой-то минимум и получить знак ГТО. В конце это все преобразовывается в протокол. Родитель получает этот протокол, и там довольно доступно, понятно, все написано, и он принимает решение, да или нет. Плюс у нас есть реестр спортивных организаций города, и мы родителям рекомендуем, куда можно записать ребенка. Кратенько, вообще очень кратенько. Можно ли в этом году еще попасть в проект или уже все? На тестирование или в субботу? Конечно, можно. Информация на сайте? На сайте колледжа, в социальных сетях колледжа и по телефону. Замечательно. Спасибо большое. Прекрасно, что пришли. Спасибо, что ты не выспался и пришел к нам в гости. Да, успехов тебе в спорте, в футболе. Большое спасибо вам. Друзья, с гостями прощаемся, вам говорим, вернемся буквально через одну-две минутку. Не разбегайтесь. Друзья, с гостями прощаемся.